Это, наверное, будет достаточно большой ролик. Если у вас хватит терпения дослушать его до конца, я думаю, вы не зря потеряете время. В этом ролике запись беседы или рассуждений вслух очень известного талантливого человека, умершего в прошлом году. Звали его академик Вячеслав Всеволодович Иванов. Это был особый человек, мыслящий эпохами, оперирующий культурными пластами, сопрягающий математику, антрополог, филолог, читающий на всех европейских языках и многих языках почивших цивилизаций, профессор американского университета и русского РГГУ, автор книг и статей общим счетом больше тысячи. Этот человек сопротивлялся режиму и всегда говорил об опасности путинского режима. Один из них многих, кто точно мог описать Путина и его окружение. В этой беседе или в этом рассуждении вслух профессор Иванов рассуждает о том, что будет с этой страной в ближайшее время и что представляет из себя Владимир Путин. Очень много интересных мыслей. Советую дослушать до конца. С чего началась теперешняя французская буржуазная демократия? Это результат Великой Французской революции, которая длилась примерно 100 лет. Наша революция, которая началась в 1905 году, тоже уже длится немножко больше 100 лет. Но Россия по размерам территории гораздо больше. Поэтому точные сроки у нас и во Франции не могут совпадать. Но то, что сейчас происходит, это последние отблески того, что началось в 1905 году. Конечный результат нам понятен. Буржуазная демократия – это будет. Вопрос, какой ценой? Наибольшая цена – неудачное восстание. Чем неудачнее, тем кровавее. Оно может иметь даже короткий успех, но потом будет подавлено. И это будет стоить огромной человеческой крови. Я не преувеличиваю. Вся история говорит о том, что это так. Значит, надо было бы найти такую систему хитрости, которая бы все-таки часть руководящей верхушки убедила в том, что им самим выгоднее мирным образом это закончить. В этом нельзя убедить ни Путина, ни Медведева, ни Чурова и так далее. Но какое-то количество, скажем, олигархов, то есть людей, у которых реальная финансовая и другая власть, можно попробовать убедить. Выбор такой. Или мы проливаем массу крови, или все-таки находятся умные политики. Умные политики – это не значит хорошие люди. Это значит люди, которые умеют идти на компромиссы. И компромисс в данном случае нужен. Смена верховной власти необходима. И чем быстрее, тем лучше. Но это надо сделать с осторожностью. При этом изменение путинского режима, надежда на то, что он будет как-то либерализован, невозможна. У Путина патологическая страсть. Я думаю, это страсть к деньгам, не к власти. Если бы у него была страсть к власти, тогда можно было бы просто его сделать, его величеством. Он, наверное, об этом подумывает. Но он труслив. Если бы не боялся, то стал бы императором российским. Но любит он все-таки символические деньги. Он понимает, что бежать ему будет некуда. Хотя это был бы наилучший вариант, если бы он сел в самолет и улетел бы, скажем, в Финляндию или Италию. Но дальше начнутся расследования. Интерпол и прочие неприятности он это понимает. А я в его лице читаю смесь трусости, небольшого ума, бездарности и каких-то подавленных комплексов, которые делают его очень опасной личностью. Боюсь, что он вообразил себя воплощением национального духа или что-то в этом роде. Отсюда и его игры с РПЦ. И поверьте, если бы он не был трусом, то он бы короновал себя. Путин – бандит. Бандит умеет очень много делать. Сталин был бандитом. Вот, пожалуй, в этом смысле он сопоставим со Сталином, потому что Сталин был тоже неумный и неспособный человек. Но бандит. А те, с кем он играл в политическую игру, даже Бухарин, который с ним как бы дружил, они его все-таки воспринимали как человека. А человеком Сталин не был. У него не было человеческих эмоций. Я думаю, что у Путина только к собаке есть человеческие чувства. Я думаю, что никому из окружающих у него никаких чувств нет. Понимаете, человек без человеческих чувств – это ужасно. В чем ошибка Ходорковского? Ходорковский думал, что от того, что если они едят шашлыки, которые жарил Абрамович, они становятся, если не друзьями, то людьми с какими-то человеческими отношениями. А с ним никаких человеческих отношений быть не может. Я немного общался с Путиным. Сразу после ареста Ходорковского. Я ему сказал, что Ходорковский, по-моему, заслуживает хороших слов, поскольку он понимает, что нужно науку финансировать. Путин тогда был президентом и вручал мне медаль. То есть это были те времена, когда он еще не снял маск. Но когда я произнес имя Ходорковского, он буквально позеленел. Реакция была биологическая. Передо мной уже никакой маски не было, а был страшный, кровавый человек. Вот я своими глазами это видел. Поэтому все, что происходило потом, меня уже нисколько не удивляло. На него невозможно давить, так как любое давление основано на человеческой реакции. А у Путина этих реакций нет. Его опасно пугать. Если он испугается, то начнет делать необратимые вещи. А это плохо. Все, что происходит сейчас в российской власти, это результат крайней бездарности и неэффективности. Я фактически уверен, что люди, окружающие Путина, не умеют что-либо организовать. Это в мое впечатление по тому, с чем я соприкасался. Я немножко занимался последние годы финансированием науки, чего-то добился. Вижу, как там пытаются мне помешать люди, которые хотят эти деньги прокручивать и так далее. Но во всем видно, что они не преступники, но исключительно малоспособные люди, плохо образованные и неудачные. То, что им удается, а это совсем немного, происходит просто потому, что на самом деле им никто не сопротивляется. Если бы нашлись люди, которые бы стали указывать на их непрофессионализм, убрать их было бы достаточно просто. Путин своего рода пахан в огромной бандитской шайке. В бандитской шайке, я думаю, поначалу были способные люди. Тот же Абрамович, раз он столько денег заработал. Но они Путина недооценили. Это грандиозная ошибка целой группы людей. Потом большую часть способных людей Путин растерял. Сил у них становится все меньше. Режим рассыпается. Советский режим ведь тоже распался из-за того, что не было нормальных людей. Негде было больше брать кадры. Это типичная проблема вырождения элит. Почему можно говорить, что мы до сих пор живем в состоянии революции, которая началась в 1905 году? Потому что тогда впервые было действительно широкое народное движение. И были уже политические партии. То есть то, что необходимо для реальной революции. Революций в истории было довольно много. Английская, мексиканская, китайская. И все они более или менее проходили через одинаковые циклы. Первый цикл – это победа. Потом ряд внутренних стычек между вождями. Друг друга убивают. Потом приходит Наполеон или Сталин или Кромбель. Вот после них разного рода бездарное междуцарствие. Знаете, я во время Брежнева увлекался перечитыванием сочинений Карла Маркса «Восемнадцатая брюмера Льюи Бонапарта». Там описан Наполеон Третий. И там сказано «Вокруг таких людей всегда есть циркачи». Ну подумайте, значит даже циркач в семье Брежнева был предсказан. Не потому, что Маркс был гениальный. Не в этом дело. А потому, что есть определенные закономерности. Побороть это нельзя. Мы находимся в этом и нельзя из этого выйти. Это такой процесс. Вот один из нас не может сказать «Простите, до свидания, я ушел, история будет идти по-другому». Нет, так не бывает. Своего рода историческая колея к каждому народу предопределена. Более того, я уверен, что протесты на нынешнем историческом этапе ничего не дадут. Но мне кажется, что все равно нужно действовать. Нужно вести работу по всей стране. То есть нужно ездить, объяснять людям. Я думаю, что, как не относиться к этой истории, все равно нужно в каждом уголке, в любой Астрахани, в любом Ульяновске делать так, чтобы люди начали просыпаться. Это совершенно необходимо. Парижская коммуна потому и погибла, что она была только в Париже. Да, Ленин совершил революцию в Петербурге и сам понимал, что это страшно рискованно. Но большевиками довольно быстро удалось подчинить Москву. А тогда Петербурга и Москвы было для России достаточно. В нашем случае боюсь, что Петербурга и Москвы уже мало. Из-за экономики, из-за того, что все-таки большая часть страны находится за Уралом, Владивосток и прочее. Какие-то большие центры надо охватить, иначе возникнет опасность распада страны на куски. Ну, то, что и было в начале гражданской войны 18-21 годов. Но тогда было все равно не так страшно, что, например, Омск был у Колчака, потому что от Омска мало что зависело. А сейчас, если вдруг, чисто теоретически, Урал отпадет от Москвы и Петербурга, очень трудно удержаться той власти, которая была бы там возможна. Потому что государство устроено в предположении, что это единая экономика. И так плохо работающая экономика. А если распадутся все связи, просто наступит хаос. Россия погрузится в полный хаос, и сейчас для этого созданы самые оптимальные условия. Вот поэтому мне кажется опасным слишком мобилизировать толпу. Надо с помощью интернета все подготавливать, проигрывать варианты и только потом действовать. Иначе Россия стоит на одном шаге от большого хаоса. У нас достаточно специфическая страна. Например, интеллигенция в России восприняла идею 1917 года как новый духовный мир, не нуждающийся в материальных ценностях. Что, собственно говоря, было плохо. Поэтому типичный русский интеллигент богатство не любил никогда. Думаю, что такое отношение к жизни само собой пройдет. Но отчасти общая нелюбовь к олигархам связана именно с этой традицией, делает ее возможной вообще существовать. На самом деле, конечно, должно быть безразлично, что происходит с твоим соседом, и богат ли он или беден. И вот это безразличие скорее хорошо, чем плохо. Оно наблюдается на Западе. А вот внушить среднему русскому мещанину то, что это хорошо, достаточно трудно. И тем не менее это можно. Мы видим, как сейчас русские люди начинают спокойно относиться к богатству и деньгам других людей. Я уверен, что России совершенно не нужен новый диктатор. Многие говорят, что Навальный может быть опасен. Именно потому, что он явно сильная личность. Боятся, что его давление станет слишком большим. В общем-то, нам, наверное, нужен более-менее спокойный человек, который бы занял ритуальное место и разрешил бы какой-то группе людей коллегиально управлять. Такой своего рода вариант парламентской республики при теперешнем состоянии экономики я думаю, что это уже возможно. Что касается Навального, я считаю, что он способный человек, у которого есть будущее, если его не убьют. С нашей страной произошла страшная вещь. Поколение старше меня и поколение до того его либо убили, либо они были развращены. Следующее поколение училось у развращенного поколения. Знаете, когда я пишу на эти темы и поднимаю данные, то я все время вижу, какое количество талантливых людей было загублено. Это просто трудно себе представить, как вообще страна выжила, как она могла существовать, когда было убито столько ученых, конструкторов, политиков, дипломатов. Образовалась гигантская пропасть, поэтому сейчас и надо полагаться на молодых, на поколение Навального и Удальцова. Вот отсюда могут начинаться новые возможности. И, конечно же, страшно, если молодые начнут уезжать из страны. А уезжают они в основном, потому что много проблем сейчас возникает, связанных с запретами. Сейчас вообще очень много запретов. Главное это избавиться от идей запретов. К этому подключается не только государство и силовики, но и, например, православная церковь, которая занимается гонением на гомосексуализм и многое другое. Это все результаты того, что нет свободы в полном смысле. А свобода в полном смысле это совсем не просто политическая свобода. Это прежде всего свобода культуры. И при всех недостатках американского устройства им удалось то, чего нам не удалось, что мы не смогли сделать в горбачевские времена. Мы не смогли написать конституцию и основные законы России, которые должны гарантировать прежде всего свободу индивидуума. То, что существует у нас и сейчас называется конституцией, это ерунда. Я не думаю, что у России есть особый путь, но есть некоторые проблемы. Одна из проблем называется Китай, потому что мы находимся рядом с Китаем, и от Китая исходит больше опасности, чем от Соединенных Штатов. Если Китай действительно пойдет по пути конкузианства, как говорят многие китаисты, и основной религией в Китае станет религия государства, то есть обожание государства, оно может привести к большой стабилизации режима. Это может быть своего рода капитализм, такой особого типа китайского уровня. Тем не менее, нам лучше быть ближе к Европе, чем Китаю. Путин как раз таки склоняется в сторону Китая. Европа его не выносит, а Китай, наверное, до поры до времени готов его терпеть. Нет, я не думаю, что нам нужен какой-то особый путь, я его не вижу. Экономика очень жестокая вещь, и сейчас мы живем в эпоху глобальной экономики, которая в целом во всех странах устроена одинаково. Поэтому для России нет другого выхода, ей придется идти в ту же сторону, как и всем остальным странам. Например, Бразилия находится далеко от Европы, но она тоже пошла по этому пути в конце концов. И Иран пойдет по этому пути. Россия Россия в принципе одна из обещающих стран за пределами Европы. Бразилия уже прошла через период диктатур. В Чили тоже была диктатура, но вообще большая часть Латинской Америки пережила все то, что было у нас. Тем не менее, все это возможно только без Путина. От самого Путина я не жду ничего хорошего. Жду скорее плохого. Если его сильно напугать, он начнет стрелять и сажать. В этом смысле ситуация увы очень опасная. Она не безнадежная, потому что страна экономика все на свете требует того, чтобы все наконец изменилось. Даже Кудрин, который столько лет был тихим и незаметным, сейчас начал действовать, потому что и он, и остальные это понимают. И если сейчас не отключат интернет, то через него можно позволить мобилизовать людей, создавать сначала виртуальные протесты в разных больших центрах страны, проигрывать тщательно варианты и только потом разворачивать реальный протест. А если это будет только в Москве, это очень рискованно. Понимаете, сейчас даже не месяцы определяют ситуацию, а все-таки несколько лет, но не десятки лет, хотя вообще у человечества, если сказать честно, не так много времени. Мы все можем погибнуть, если останутся такие правители. не не ни 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 ни